Скажу немножко одно свидетельство. Я думаю, что это очень актуальная тема. Вы знаете, мой отец военный был, и у военных принято там подкалывать шуточки такие грубоватые. У меня постоянно болело горло. Я уверовала, болит горло, не перестает. И мы молимся как-то группой, и одна женщина говорит, я вижу видение такое. Овод садится и кусает. Овод. Большая муха. Но это овод, да. Я такая, ну что бы это значило. И знаете, я вспоминаю такую историю. Я соседжена за одна история. Подростковый период. Тинейджерцам. И нас спрашивают, кто ваш кумир. Ну тогда модно было. Кое наше кумир. И я такая, ну что вам, кто вам нравится, какой-то овод. И я тогда читала произведение, Овод назывался. Это Артур был рождённый, внебрачный ребёнок католического священника. Артур роден, католичный священник. И он был на весь мир обижен. И он тогда решил, я буду писать такие заметки, и этими заметками жалить людей. И вот я произношу, и я говорю, вы знаете, у меня мой кумир, это вот этот вот персонаж вот этого произведения. То есть где-то в 13 лет я это провозгласила. И с тех пор у меня постоянно болело горло. И у меня, знаете, всё это прометнулось. И я колола, понимаете, я же провозгласила, и я подкалывала людей. Ну, плюс ещё там военный отец за спиной. И я тогда поняла, я покаялась. Но потом начался процесс моего освобождения, моего языка от этого, понимаете? Поэтому, знаете, я думаю, что слово сказанное, да, оно производит обличение в нас. И очень важно, когда Дух Святой начинает с нами работать, работать вместе с Ним. Я тогда покаялась, я отреклась. И я сказала, мой кумир Иисус Христос. И я стала стараться говорить то, что говорил Иисус, как Он себя вёл. Да, поэтому спасибо большое, Илья. Благодаря, Илья. Да, пусть наш язык будет вводимым Духом Святым, не гневом, не нашими эмоциями. У нас сегодня вечеря, да, причастие. Ну всё, я передаю микрофон. Мы это не снимаем, да? Спасибо. 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 Продолжение следует...